Новогоднее чудо-акция по таким названиям прошла в Махачкале Дедушка Мороз со Снегурочкой в преддверии праздника. Каждый день посещают детские дома и интернаты Дагестана, дарят ребятам подарки и праздничное настроение. Не остаются без внимания малышей из многодетных и малоимущих семей. О том, как Новый год приходит в каждый дом, расскажет наша съемочная группа. Со сказочной бригадой добра выехала Любава Маслова. В семье Алиевых приходы Дедушки Мороза со Снегурочкой ждали с нетерпением. И вот сказочные герои уже на пороге. Айша Талиева одна воспитывает двоих детей, живут на съемной квартире. Временами совсем непросто, поэтому праздника ждут особенно сильно. Поздравления, сладкие подарки и атмосфера новогоднего чуда. Курбан с сестренкой с сюрпризом остались довольны. Я ночью им сказала, что Дед Мороз придет, подарки принесет. Он всю ночь не спал. Мама говорит, будильник поставь, если я рано стану, все подарки мои будут. Все, наш не спал он вот так. Спасибо большое. Ждали сказочных гостей и в доме-интернате забота. Детишки хором позвали Дедушку Морозу и Снегурочку. И вот они появились на сцене с большим мешком подарков. Сладкий подарок и позитивные эмоции получил каждый. Ну и какой же праздник без танцев. Ребята исполнили зажигательную лесгинку. Мы становимся счастливыми, когда видим эти глаза радости, эти глаза поддержки. И сегодня, вот видите, дети, которые, наверное, соскучились, дети, которые очень нуждаются в общении, поддержке. Несколько подарков, именно их глаза, их сердца, их тепло. И наш народный фронт будет продолжать эту акцию. Акция «Новогоднее чудо» и «Новый год в каждый дом» продолжится до самого праздника. Работа у активистов ОНФ кипит. Сейчас Дед Мороз со Снегурочкой формируют новые подарки, чтобы снова отправиться поздравлять малышей. Любовь маслова сайт Кутиев, Тимур Лемаев и Юсуп Кази Амаров. Время новостей.